Ну и Дедушка Мороз, что за щеки, что за нос, Борода-то, борода, а на сапке-то звезда. Дед Мороз, а есть ли он? Может, это почтальон? Нам подарок принесет и тихонечко уйдет. Поверить в чудеса, даже если в жизни их бывает немного. Для Ангелины Лебедевой, Михаила Тишина, воспитанников детского дома номер один, 2023 год начнется с сюрпризов. Ангелина давно мечтала о наборе для творчества, а Михаилу нравится собирать и строить. Поэтому у Деда Мороза он попросил конструктор Исполнить детские мечты несложно. Достаточно снять с елки желание открытку, приобрести подарок и вручить его ребенку. Как правило, ребята просят игрушки, настольные и развивающие игры, наборы для творчества, гаджеты и инвентарь для занятий спортом. Хочу поблагодарить всех наших партнеров, которые из года в год принимают участие в нашей акции «Елка желания». И хочу пригласить всех самартов тоже поучаствовать. Когда мы с вами дарим подарки, исполняем желания детей, мы с вами, наверное, становимся чуть-чуть добрее, чуть-чуть светлее и даже сильнее. Сделать мир чуть светлее для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и исполнить заветные желания решила глава города Елена Лапушкина. В акции «Елка желаний» она принимает участие ежегодно, ведь когда-то она тоже была ребенком, верила в волшебство и писала письма Деду Морозу, в надежде на то, что ее мечты обязательно осуществятся. Мне подарили замечательную куклу, которая со мной была очень долго. Я уже студенткой была, но тем не менее, вот эта красивая кукла была со мной, начиная с 7 лет. В тот момент мое желание исполнено, я до сих пор вспоминаю эту сказку, и мне принес эту куклу Дед Мороз, в которую я очень верила, очень благодарила. Об исполнении своей детской мечты в новогоднюю ночь вспоминает и полковник полиции Дмитрий Урюпин. Правда, уточняет, в советское время желанным подарком была даже плитка шоколада. Впрочем, это не помешало маленькому Диме однажды попросить у Деда Мороза самую настоящую собаку. Просил собачку, а мама сказала, давай лучше велосипед. Поэтому мне оказалась другая, мне оказалась собачка. Наверное, это самая даже смешная история. Сегодня Дмитрий Урюпин, как и многие другие, решил принять участие в акции «Елка желаний». Стоит отметить, что в этом году подарки получат не только дети-сироты, инвалиды и те, кто остался без попечения родителей, но и ребята, которые прибыли с Донбасса. Сейчас они проживают в пунктах временного размещения. Свои пожелания написали уже около тысячи юных жителей города. Все желания обязательно сбудутся. Девочка 10 лет, хочет красивые кроссовки. Пожелания разные, от спортивного инвентаря, кончают колонками, телефонами и прочее. Вот один ребенок что-то заказал, и они, как правило, всем нужны одинаковые подарки. Вот если мальчик, например, в возрасте от 70 лет, один заказал вертолет, вот нужно было 5 вертолетов. Каждый ребенок должен верить в чудо, независимо от той ситуации, в которой он оказался. Организаторы акции надеются, что она обязательно найдет отклик в сердцах самарцев. Снять открытку с елки желаний можно будет в департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки, в районных подразделениях комплексного центра социального обслуживания населения и в городской думе. Подарить детям внимание, тепло и долгожданные подарки можно до 30 декабря. Все из них надеются на чудо, ведь Новый год – это сказка, в которую даже взрослые продолжают верить. Ольга Павлова, Константин Головин. События.